Рабочая неделя Я хочу напомнить, что представленность нашего региона в Государственной Думе седьмого созыва по сравнению с созывом предыдущим существенно увеличилась. Сейчас там сразу семеро наших представителей. А это значит, что возросли возможности для лагирования интересов нашего региона. Для налаживания взаимодействия с федеральными, государственными и, конечно, гражданскими и бизнес-структурами. Но для этого мы должны выстроить систему взаимодействия депутатов всех уровней. Как я сказал, от поселков до федеральных. Глава региона обозначил четыре главных направления, на которые депутаты должны обратить пристальное внимание. Это изменение структуры органов власти, обновление партии, исполнение наказов избирателей и реализация областных партийных проектов. Главная задача работы в регионах – это конкретная работа с избирателями, с наказами, которые они нам передавали во время наших избирательных встреч и работа на местах. В области будет сформирован единый реестр наказов, состоящий из трех частей. Наказы, которые должны быть выполнены на муниципальном, на региональном и на федеральном уровне. Контролировать выполнение будет специально созданный депутатский штаб. Чему будет уделено пристальное внимание, ульяновской правде рассказали сами партийцы. Уверен, что после обсуждения сегодня и передачи депутатам Госдумы 20 с лишним тысяч подписей жителей всех муниципальных образований ульяновской области, которые просят депутатов Госдумы разработать и принять федеральный закон, устанавливающий жесткие правила продажи спиртосодержащих настоек на территории всей Российской Федерации. Вот после такого обсуждения и вручения такого количества подписей, а мы не останавливаем их сбор, подчеркиваю, они продолжают собираться. И мы не будем останавливать их до той поры, пока закон не будет принят. Я, наверное, думаю, что нужно обратить внимание, первую голову, на те процессы, которые идут сейчас в ЖКХ. Как минимум по четырем аспектам сегодня возможно увеличение стоимости. Поэтому мы будем говорить, я буду предлагать депутатам Госдумы обратить внимание именно на эти вопросы. Потому что, с одной стороны, они касаются всех, а с другой стороны, сегодня сохраняется неопределенность, которая может планироваться в сторону увеличения услуг. А это сегодня допускать никак нельзя. Дарья Сударева, Юрий Конихин. Новости Ульянской правды.